День добрый, друзья, ещё раз. Это мы продолжаем следующий час. Цивилизация Конквест, версия 1.22. Мы играем за Рим. Сложность монархия, и прошлый час у нас был такое мирное развитие. Но я думаю, мы будем уничтожать Францию. Там подходят у нас контракты к концу, и мы, я думаю, пропивать не станем. Так, робототехника. Мы идём с заводом. Пусть будут заводы. О, Киев был 70, я не помню, с каким-то фигом. 78, по-моему. Теперь стал 97, что есть очень хорошо. И мы строим, по-моему, целых 4 ядерных ракеты. Так, 112. О, и здесь тоже 70 с чем-то было, но стало 80. Тут у нас очень много морских владений. Хм, десантный корабль. Нафига тебе десантный корабль. О, кстати, 21, а у тебя нету этого завода. Так, в фабрике я не видел. Это бурлая платформа дала прирост неплохой. Так, тогда мы тебя строим. Потом современные танки. Так, это у нас какая-то территория такая непонятная. И тут кто-то у нас стырил что-то. Какой-то рядом стоящий городок. Под лентой делал-то бандитового. У нас теперь нехватка. Кстати, что у нас там по сути? Да, и суд, и полицейский участок есть. Ну, ладно. Это вот этот стырил. Вот, по идее, вот эту вот территорию. Отдай. В этом загрязнении происходит вечный перехват территории. Перераспределение городами довольно-таки плохо. Поднапрягает. Если мы сделаем вот так. А, С. Потом банк, стадион, казарм. И вот только тогда современный танк. Тут, в принципе, все хорошо. Но слишком много еды. Ух ты, это что-то. А, что, нельзя дороги устроить? А, это вулканчик. Понятненько. Так, Арбайтен по-стахановски. Надо этот город срочно улучшать. Тут, кстати, в третьей игре тут жестких границ, как бы, таковых нет. Вот, видишь, зелень вылазит сюда. Там желтая, туда вылазит. Вот, гора там, в джунглях. Вот эта гора, ну, видно, как джунгли. Тут вообще фиг определишь. Раньше была территория более жестче обозначалась. Ну, и как-то было более удобно. А здесь с этой красотой... Ни фига не видно. Надо бы здесь дороги проложить. И где-то еще один танк у нас потерялся. Ладно. Кстати, как насчет Индии? Там она с золусами союз заключила. Можно, напав на Индию, с золусами союз разорвать. И, ну, давайте будем посрать. Как вариант. Оу-64. Это хорошо. Опять ты свои мобильные ГЗРка. Вот же запарил ты меня ими. А, вот этот город. Уголь-3. Надо с тобой будет как-нибудь поработать. Давай-ка ты мне АЭС-ку сделаешь. Амбарчик. А потом танки наклепаешь. Так, ухо-3. Не забудь. Ладно, поедь-ка ты вот сюда. Утюжок ты мой. Могу. Утюжок ты мой. Ай! Так, это у нас герой, да? Делай сюда. Это не герой. Так, итого. Что мы имеем? 24 танка. Ага, попался. Всё, 23 танка. 23 танка, и все они здесь, да, герой. 23 героя. Два героя-кавалериста и куча кавалерии. 10 единиц, хорошо. Которая мне уже нафиг не нужна. 330 единиц оружия и одна ядерная ракета. Превосходно. Так, у нас есть ещё такой товарищ, как шпион. Франция у нас ещё не отшпионена. Отлично. Корея не отшпионена и Майя не отшпионена. Отлично. Прекрасно. Всё, все шпионы есть. Хорошо. Так, теперь у нас Франция. Франция. Ух ты, Франция танки строит. Нифига себе. И БМП-шки начала клепать. Ого, и флот у неё такой. А-ля сумасшедший. Даже бомбардировщики есть. Крутая Франция. Германия вообще слабенькая. Зувенд так себе. Зато самолёты строит. Так, Майя. Майя, ого, БМП-шек наклепала. Это на всех пехотинцев БМП превращает. Самолётов много. В Корее 150 БМП. Само этих вообще почти нету. Ух ты, две ядерные ракеты есть. Подожди, это МБР. Это то, о чём я думаю? Межконтинентальная баллистическая ракета? То есть не ядерная ракета. Уфигеть. Круто. С ними лучше не ссориться. Ладно. Кореец что-то хочет. Что-то хочется. Он спутники построил. Короче, это... Волову мне решил поморочить. Та нет, тебе нельзя давать синтетические волокна. Вот ты сейчас мне устроишь весёлую жизнь потом. Уран. Без урана не будет атомных ракет. Опа-на. Вот это да. Вот это поворот. Корея напали на Майя. Подтвердили с нами союз. Обменялись картами. Уран закупили. И напали на Майя. У них было две ядерные ракеты. Исходя из того, что танков у них нету современных, воевать они будут долго. До свидания. Ух ты. За космонавтику готова платить. При поддержке Кореи, может быть, Майю отглепать? Блин, Франция, тебе везёт, слушай. Я уж в который раз пытаюсь на тебя напасть, и всё какая-то мне зараза мешает. Ну, теперь уж Корея подвязалась. Космонавтика. Космонавтика. Не жалко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Космонавтика. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Так, Майя. Веселая ты моя Майя. Надо посмотреть, что с тобой произошло. Хотя у них, в принципе, вот эти броневички. Хм, Рим захватили. Ага. Это ж мой город перешёл. Надо сразу отбивать. Так, вот это кроме этого города, больше никаких нет. Так, вот этот кусок бы отхватить полностью, унилонский. Было бы очень хорошо. Так, я хотел посмотреть, что у нас с ядерным оружием. У него было две ядерные бомбы. Три. Так, они и остались. Анархия в Корее. Прикольно. Войну объявил и в анархию перешёл. Да, да, чудак. Подготовился бы сначала. Так, а что у нас в Майе? 12 танков, 145 БНП, 30 танков, 136 БНП. Они, в принципе, почти одинаковые. Самолётов 14. О, фашизм! Ого! У Майи фашизм. 15, они примерно одинаковые по мощности. Я примерно с ними одинаковый. Но круче. Так, что у нас с союзами? Этот платит немного денег. Особенно за уран и за каучук. По Майя. Ого! Открытые границы два хода. И два хода платит денег. Через два хода тебе будет Амба. Так, у меня два оборонительных союза. У этого ничего нет. Ну что, посмотрим, как он дальше будет развиваться. Война. Пока вмешиваться не будем. Ну, я тут на Францию готовлюсь нападать. О, это проопрессионные. Так, артиллерия. Уже неплохо. 14 единиц. Круто. За походу последняя крупная война. Сейчас мир должен разделиться на две части. Кого к себе Майя подтянет? А кого к себе подтянет наша любимая Корея? Ну, Корея покруче по территории. У Майи тоже много чего есть. Корея большую часть отхватила здесь. Кто у нас тут был, я уже не помню. Русский был по центру, Египет был здесь. А здесь тоже кто-то был. Открытые границы. Я думаю, пока нет, друг мой чудесный. Ждем. В Новгород они залетели. Эскадрилья. А только население вмещается. Раньше большая авиация была по этим... По юнитам в основном. Блин, всю инфраструктуру он сейчас уничтожен. А сейчас больше нацеливается на город, на население. Но зато сейчас самолеты уничтожают юнитов. Раньше, когда они были на последней красной полусочке. Разлетались. Но разлетались. с тобой мы будем дружить пока так полевая медицина и ядерная ракета на что у нас там еще есть чудес полу нафиг он не нужен этот аполлон когда культурной победы нету главное он убрали как строение а главное полу наставили я же корабли убрал космические его все равно оставили маленькая недоработка такого своего рода что у нас по внешторгу ничего импортного нету все свое прекрасно в принципе никак не зависим радует такие ресурсы блин все без толку огромнейший город от толку с него из козла молока ух ты лошади себе запустил куренька эти все воюют бедный город сейчас наверное население все здания там порушатся сейчас кстати в третьей части сделать даже от ядерного взрыва погибали а частично процентов 60 или 70 бабах открытые границы вы сиди не отдал бы ты мне что у нас с тобой пакт нафиг ты мне нужен своими открытыми границами пока гуляй через тебя мои войска не двигаются дальше смысла я в этом не вижу отлично цель то покруче город можно фабрику сделать заниматься танков у меня О, хорошо. Современные танки клепайте. Так, сейчас надо посмотреть. Что у меня тут по производству? Наверное, в самых крупных городах. Четыре ядерные ракеты строим. Танки, танки, танки. Вот тут БМПшка. Две штуки. Вот это мы меняем на танки. Эти, кстати, танки круче, чем БМП. Или примерно такие же. Нормально. Так, и что мы теперь имеем по количеству? Ой, пушат, много строя. Четыре БМП против моего танка. Нормально. Так, сколько уже у меня ракет? Три. Отлично. Что у нас скорее? Не выпустила ядерная ракета. Странно, они их копят, копят. Первые не выпускают. Боятся. Ну, количество танков выросло. Самолеты такие же. Тут танков резко уменьшилось. Он нападает. Кто-то обороняется. Самолетов такое же количество. Хавача, что такое хавача? Да, у нас могучая армия. Волыка, куча, могуча. И тут больницы нет. Хм. Интересно. Принчат точка сбор не работает. Лошадь уже моя стала. Прекрасно. Так, робототехника это дает заводы. У меня самая крупная армия. Поэтому именно меня боятся. Компьютер очень хорошо. Открытые границы предлагает. Продолжение следует... Можно, в принципе, их подоить немного. У меня противоавиации защиты нет. Так, будем ему угрожать. Не хочет. До свидания. О, Германия. Когда мы на их ходу даем возможность напасть, тогда все наши советы наполчаются. О, это тут лошади. Блин. Ну, по лесу с границам отряд вот здесь стоял. Что-то минимальные потери. Там 13 лошади, по-моему, было в этом отряде. Вот так упошел, как ретина. Ого, у него запас здесь. Чуть скорее на корею пошел нападать еще. Такое русское небольшое. Блин, потерял. Багакум. Ладно. О, братья наши черные. Забылися. Взяли. Фимиан взяли. Вот ты молодцы. Лошадями. Чисто лошадями взяли город. Супер. Супер, супер, супер. Гуд. Так, развитие чего-то там я хотел, да? А, авиация. А, нафиг надо? Меня больше интересуют спутники. Или даже генетика. Не, пусть будет генетика. Надо чудеса строить. Сейчас в войне должно очень много быть лидеров. Так, что у меня тут население? Ну, пока военной усталости нету, то не баскует. Пару городов есть 50 на 50. Нормально. Странно, что металл не нужен для производства. О, артиллерийский расчет. Класс. Дальность 2. Скорость 3. Балландировка 16. Красота. Ну, мне все равно вот эти нравятся пушечки. Я Никита, ну вот покруче. Как ни крути, но они покруче. Современный танк. Без казармы. Ого, стоимость такая самая. И стоят они на порядок дешевле. Индия встала. Ага. Майя. Отлично. Я думал, мне объявила. Это их подговорили, наверное, Корея. Тут Германия захватила. Молодцы. Так, ну что. Этих, я думаю, отрезала Индия. Так, с Германией пора союз подписывать. Что, нет, до сих пор не надумал мне платить? Ладно, обойдешься. Без открытых границ. Молодцы, ребятушки. Ох, они угробили тут народу. Конницы своей. Кстати, что у них там по конницам? Это у нас Зуленд. 14 кавалерия. А, и танки у них даже есть. Ничего себе. Бомбардировщики есть. Супер. Странно, что они этих не захватили у меня рабочих. Ох, запас рабочих отлично. Все такое вкусненькое. Даже не знаю, с чего начать. Молитва в горах. Не очень удобно. Киркавелли. Чи Кирклорелли. Хорошо стоит. Городок. Сейчас надо сразу лишние города уничтожить. И добраться до своих городов. Мы тут в оккупации. Вот этот город первый надо уничтожить. Все, почистили, да? Хорошо. Остался ты один. Я сама еще ни разу не влевал. Она меня всю жизнь поддерживала. Довольно-таки неплохо. Но всему настает конец. Жалко, конечно. Что они против Кореи. Я против Кореи, кстати, по-моему, тоже еще ни разу не воевал. Это два таких самых крутых государства, которые никак не шли на конфликт. Сейчас такой интересный момент, когда можно всему миру объявлять войну. Это было бы очень тяжело, но интересно. Так, вот тут мы перерезаны этим зондураком. И вот это мне очень хочется. Лагартеро взять. Но проблем с этим лагартеро потом будет немерено. Там столько народа. Кстати, вот заметил артиллерия, если стреляет сверху, то даже не было. Какой-то бонус. Еще оттуда будет, если не зависит. Легко. 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 Четыре. Как минимум четыре их там. Да, это довольно-таки много. Это опять меня угораздило на пограничный город нарваться. Люблю я пограничные города. Ух ты, летит колокольчик. Он прямо вот здесь у меня на территории. О, блин. Не заметил. Это автоматик. Блин, тут еще один. Блин, тут еще один. Блин, тут еще один. Блин, тут почему? Те зоны контроля, конечно, это интересное такое нововведение. Продолжение следует... На зелнего эспернах уже нет чего-то забрать. Вечно потери сумасшедшие. Но с другой стороны игра очень правильная. Тем, что оборона всегда лучше чем-то, чем нападение. В принципе, в нормальной атаке идем в обычной жизни. Я думаю, что это будет в 2,5 раза, чтобы потери были приемлемые при атаке. А лучше в 4, потому что потери минимальные. Если еще по армии были, было бы хорошо. Так, без армии довольно тяжело. Почти никого в армии не видел. Ой, молодец. Ты вау. Ты вау. Я думаю, погиб какой-то лидер, я видел. О, отлично. Та сжигайте его нахрен. Ох, проложили. Теперь у меня здесь хорошая трасса. О, еще и пушечка есть. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С четырнадцати... Четырнадцатый город был. Семь рабочих. Отлично. Так, вот мы проложили дорогу. Теперь нам надо куда-то углубляться. Вот, допустим, сюда. Ух ты. И этот город они отбили. Вы молодцы. Как так? Непонятно. Чисто кавалерии. Дают же ж люди. Так, ладно. Дивизия моя. Танков сейчас. Тут сделаем что-то. детевь. Внул. shad. Это сломит. Есть такая штука, как шпионаж. Земля. Вопрос. Есть, извиня, что хотите. Мッер. Но для мира это сын выiscernible. И это suffiniz. знаем, что в городе есть. Так, из ресурсов у них, значит, алюминий и нефть. Надо им что-то из этого перерезать. Всё будет красиво. Понятно. Производство. Бунтующие. Раз, два, три. Четыре в защите, да? Хорошо. А Смоленск? Смоленск. Четыре Смоленска я не вижу. Смоленск-то где? Вот Смоленск. Ой, 50 монет всего. Делов-то. Ого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ничего себе. Это ещё круче. Это ещё круче. Ладно. Что-то у него слишком мало войск для такого количества. 168. Да, дофига. И танков много стало. бомбардировщика поуменьшилось количество. Ладно, будем брать Смоленск. Это... для добычи. Для добычи. Нормально. 18 в защите, у него 24. дофига. Нормально. Играет музыка. Играет музыка. Отлично. До свидания, ящелан. О, теперь добыча этого города должна возрасти. Прекрасно. Что у нас тут, кстати, есть? Фабрика есть. Аэски нету. Я уже не помню, что дает Центр управления гражданской обороны. А, защита. Прикольно. 50% защиты от всего. И от воздуха, и от земли. Интересно. Ну, это и десяток должен быть. Так, и ты говоришь, у тебя добычь, добычь. Только вот здесь можно улучшить. О, отлично. Просто превосходно. Так, и у меня еще одна пушка есть. Смоленск бы взять. Ну, там, блин, дохрена слишком народу. Текаль. О, атомное оружие. Можем алюминий сразу им отрезать одним ядерным взрывом. Текаль. Меткая какая, молодец. Текаль. Т-4. Ух ты. Два чудо света. Одно маленькое, другое большое. Т-4. Два чудо света. Два чудо света. Герои, по-моему, необычно не переживают. Потому что силы противника соизмерили. Ничего себе, вот Сокобан. Защита 14. Не такой уж он и крутой по характеристикам. А оказывается еще тот крутяк. Продолжение следует... Наконец-то. Ой, хорошо, генерал. Отлично. Придется этот город брать. Из-за чуда света. Ой-ой-ой, 11 врагов. Рынок есть у тебя? И рынок есть, ничего себе. Так, окат. Ой-ой-ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть. Они все такие крутые. Ой-ой-ой, раз, два, три, пять. Ходим на все танки, так сказать. Подпишись на канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, где наш чудо-герой? Адриано Челентано. Так, где-то у нас тут что-то было такое интересное. Так, где-нибудь в маленьком городке в каком-нибудь. Так, где-нибудь... Вот здесь. Хе-хе... Пусть будет там Аполлона. Пусть будет там Аполлона. Так, ты нам не нужен. Ты нам совсем не нужен. Пусть будет там Аполлона. Пусть будет там Аполлона. 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 Пусть будет там Аполлона. Аполлона. Пусть будет там Аполлона. 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 О, нефть. Раз нефть и два нефти. Отлично. Может быть, мы тебя и отрежем от нефти. Тебе, молодец. Два хода подряд. Отлично. Вот это да. Игры на экране. Игры на экране. Генералиссимус, блин. Да, тяжело снимать. Нацисты, что с ним взять? Какие фашисты, фашисты. Фашистские страницы давят воду уже там по пять в каждом уровне себя. Большое преимущество. Отлично. Нужен ты мне или не нужен? Да, пригодишься. Во-первых, нефть отжать. Во-вторых, там всё равно толку. Всех городов нету. Никакого. Ещё и бунтует. А ну-ка. Навести там порядок. Так, ещё двадцать пять у меня осталось. Ещё двадцать пять. Надо укрепить. Вот этот город надо укрепить. Теперь здесь у нас Аполлон построился. Чудо света. Так, где же у тебя алюминий, интересно? А, прямо здесь, возле столицы. Добавь изучая столица Стокогор. Алюминий. Ну, железо недалеко, правда. Уран. Всё есть. Зонгулдак. Давайте посмотрим, что это такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Таня, хай опьяни немцы берут. Восемь броневиков в защите. Ничего себе. Рим. Можем Рим взять. И Владивосток. Давайте посмотрим. Рим и Владивосток. Ух ты! Владивосток отлично просто. Раз, два, три, четыре, пять. Да, Рим крутой, конечно. Так, ладненько. Владивосток, значит. Мы добьем. Пусть будет хороший городок. Хороший городок. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Продолжение следует... Не, Смоленск надо в любом случае брать. Надо ещё Брянск посмотреть. О, он в глубине. Я его на атаку сюда не ждал. Много чего есть. Отлично. И мы его, наверное, сейчас и возьмём. Это же один к четырём. Ой, хорошо. Два самолёта. Так, Смоленск. Да, пригодится. Тем более, это русский город. И мы сможем вот здесь расширить производство. Так, Смоленск. Так, Смоленск. Так, Смоленск. Я и так два чуда построил. Так, Брямск. Пусть будет. Хоть и большой город, но все-таки. Блин, у меня остается зданий почти никаких. Город в пустыне. Еще и мегаполис. Так, кстати, голодать всем. Всем голодать. Голод обычно всех лечит. Так, 10 танков. Ладно, давай-ка мы сюда сходим. Что нам шпион скажет про это Кркавелли? Грибсти, грибсти. Ого. Хе-хе. Да не. Люби друзи. Мабуть не. Это что такое? Корея. Что-то мне перехотелось. Кркавелли брать. Пиду я вам стреллю. Пиду я вам стреляю. Пиду я вам стреляю. Пиду я вам стреляю. Хе-хе. Та-хе. Границ. Бингель. Давайте посмотрим, что у нас в Бингель. Это маленький городок, но он далеко сильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, тоже многовато, конечно. Ладно. Блин. Вот тут проехал. Опять постреляли. Ну что, нормально, поехали. Посмотрим, что будет дальше. Довольно-таки неплохо я вошел в Бингель. Это у нас первый ход. На первый ход я пять или шесть городов взял. Довольно-таки неплохо. Ух ты. Блин, а что же я их не прикрыл? Своего искали в приказе. Подальше он будет за тебя. Четыре панта. Так за всем не уследишь, по-моему. Или надо играть очень много, но если я проверяю. Да, слабая защита. Хм, сейчас он Фемианка возьмет. Прикольно. Он Фемианк. Что? Окей, взял. И урук взял, но урук это ерунда, я вообще думал, что он не будет. Хм, у них оказывается здесь на правом фронте очень большое подразделение. Ничего себе. Тут у них танки крутые, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Это совсем нехорошо. У меня граница незащищенная совсем. Это он зря что-то пошел, если бы он сюда напал. Он бы тот город отбил бы. Замучили там, загоняли его. Подлый Зулус не захватил город. Не успел я его защитить. Жайпур. Интересно. На этой позитивной ноте я думаю пока закончу этот час. и продолжим через некоторое время. А что там случилось? Что если я не понял, что там случилось? Звук был как вроде бабах какой-то. А что тут не так? Работать. Деньги добывать для своего господина. О! Аполлон. Прекрасное завершение. 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 Продолжение следует...